Промежуточные выборы в Конгресс США привнесли значительную долю неопределенности в торговых настроениях, которая выразилась снижением спроса на американскую валюту. При закрытии европейской торговой сессии пара EURUSD осталась чуть выше отметки 1.1480, прибавив около 1%. При этом для покупок евро нет никаких поводов, поскольку календарь Форекс-трейдера на этой неделе не богат на особо значимые события из региона с обращением евро. Торги на Уолл-стрит в среду открылись для индекса доллара снижением вблизи позиций 95.80. Кривая доходности правительственных бондов в США также стремительно падает. Теперь участники рынка ожидают заседание Федеральной резервной системы, на котором должны прозвучать прогнозы касательно дальнейших планов американского Центробанка. Хотелось также обратить внимание на рынок криптовалют. Во вторник котировки цифровых активов резко выросли. Эксперты предполагают, что во многом это произошло благодаря новости о том, что ведущие компании решили использовать виртуальные монеты в своих маркетинговых программах. Биткоин торгуется вблизи отметки 6470 долларов, а вторая по величине капитализации криптовалюты эфир расположилась на позиции 222 доллара за монету. Стоит отметить, что спрос на цифровые деньги удерживаются даже несмотря на то, что Китай принял решение ужесточить контроль за действиями криптовалютных бирж, запретив проведение ICO. Стоит отметить и тот факт, что бум покупателей биткоинов постепенно стихает. Инвесторы теперь более осторожны в своих действиях. Аналитики в скором времени ждут консолидацию графиков цифровых валют вблизи занимаемых позиций.